когда люди впервые слышат о том что научившись правильно дышать можно добиться любых целей будь то деньги слава бизнес или что-то еще они не верят те же кто испробовал на себе и достиг результата считают это магией на самом деле нет никаких фокусов колдовства или чудо все вполне объяснимо дыхание это одна из важнейших функций живого организма если бы от него ничего не зависело то природа не наградила бы нас им но удивительно люди научились тренировать свое тело свой мозг и даже пищеварение при этом совершенно не уделяют внимание дыханию которая тоже нуждается в практических улучшениях скептики спрашивают меня как при помощи правильного дыхания можно достичь своей цели например построить дом а я дам ответ вы когда-нибудь видели спортсменов которые тренируются в кислородных масках знаете зачем они это делают чтобы организм ощутил дефицит кислорода чтобы органы начали работать с удвоенной силой чтобы мозг переключился в усиленный режим позже на соревнованиях атлет выполняет те же упражнения но без маски и это дается ему нереально легко без всякого допинга просто за счет тренировки дыхания люди становятся чемпионами именно эту методику в свое время я взял за основу практика дыхания это не потусторонний обряд это медицина человек умеющий регулировать поступление кислорода в организм заставляет мозг работать на совершенно новом уровне генерировать новые идеи принимать верное решение другими словами умея правильно дышать мы снабжаем свои органы энергии это как электрический ток для мобильного телефона конечно для достижения целей одной энергии мало важно то как она будет использована можно потратить накопленный заряд на негатив склоки интриги или скандалы а можно направить сторону своих намерений какими бы они не были кто-то хочет построить дом кто-то обзавестись семьей кто-то повышение по работе это все выполнимо и намного легче чем может показаться именно этому навыку я и обучаю людей когда-то давно только начав изучать дыхательные практики ей сам сомневался а вдруг моя теория не сработает вдруг это просто красивая легенда поэтому прежде чем преподавать другим я все испытывал на себе анализировал работал над ошибками улучшал все свои намерения мне удалось оплатить жизнь я хотел жить на собственной земле сегодня у меня элитное поместье площадью полтора гектара в экологической зоне я мечтал о детях и сегодня я счастливый отец мне хотелось иметь бизнес и сегодня я владелец центра дыхательных практика москве который не имеет аналогов в мире все что я имею сегодня я надышал именно надышал и более полутора тысяч моих учеников добились своих намерений просто освоив дыхательной практике сегодня они пишут восторженные отзывы в интернете считая что все случившееся с ними какое-то чудо на самом деле чудес не бывает все вполне объяснимо а